Продолжаем изучать стандартные функции Pascal. У меня появился новый микрофон, поэтому, возможно, звук будет несколько непривычный, но качество, надеюсь, будет лучше. Итак, в этом уроке рассмотрим функцию Ord. Синтаксис функции довольно-таки простой. Здесь, как вы видите, в функцию передается один параметр и возвращает функция значение типа Longing. Передается функцию значения любого порядкового типа. Если вы подзабыли, что такое порядковый тип, то в статье, в которой размещено это видео, есть ссылка, переходите по ссылке и вспомните. Ну, как я уже сказал, синтаксис довольно-таки простой. И давайте сразу пример. Вот здесь мы в переменную код записываем результат работы функции Ord. В качестве параметра передаем символ Z, английская буква Z, как раз-таки символы относятся к порядковым типам. И в данном случае функция Ord вернет ASCII код английской буквы Z. Если хотите подробности, почитайте статью, там я более подробно все расписал. Ну, а сейчас перейду сразу к примеру, где как раз рассмотрены несколько вариантов использования этой функции. Итак, ну, во-первых, обратите внимание на вот этот тип. Это перечисление. Если вы, опять же, не помните, что такое перечисление, то в статье, опять же, есть ссылка. Здесь объявлены три переменные. И далее мы используем нашу функцию. Сначала мы... Вот эта функция. Сначала мы передаем просто целочисленное значение. Как вы видите, здесь байт. И выводим его на экран. В таком варианте функция Ord вернет непосредственно вот это значение. То есть, во всех целочисленных значениях, в общем-то, все идет по порядку. От нуля до конечного значения типа. Ну, тип байт, он максимально 255. Здесь мы присвоили 200. И на экран, соответственно, будет выведено также 200. Вот здесь пример, который мы уже рассматривали. То есть, здесь мы выводим на экран ASCII код английской буквы Z. То есть, сначала мы присваиваем переменной сим символ Z. Она, как видите, у нас типа char. Char это порядковый тип. Также относится к порядковым типам. И здесь выводим на экран ASCII код символа Z. То есть, номер символа Z в таблице ASCII символа. И последний пример. Это как раз мы таки используем перечисление. Как видите, у нас в перечислении всего 4 элемента. Здесь мы переменной SEASONS присваиваем значение SUMMER. И получаем номер элемента SUMMER. Вот в этом типе данных. В типе TSEASONS. Как видите, здесь он третий элемент. То есть, первый, второй, третий, четвертый. Но, поскольку перечисление начинается с нуля, как и практически все целочисленные типы, то на экран будет выведено число 2, а не 3. Хотя он третий. Обращаю просто внимание, потому что начинающие часто ошибаются на этом. Откомпилируем, чтобы посмотреть, так ли все на самом деле. Ну и, как видим, все так. То есть, сначала выводится число 200, потом ASCII код символа Z, ASCII код символа Z это 90, и дальше выводится число 2. Порядковый номер нашего элемента в нашем же перечислении. Ну вот, в принципе, и все, что, наверное, я хотел рассказать вам об этой функции. Функция довольно простая, но, тем не менее, используется довольно-таки широко. До сих пор программистами, потому что время от времени приходится в наших программах получать какие-то, ну, те же коды символов, либо номер элементов перечисления и так далее. А на этом все. Урок закончен. До следующих уроков. Пока.